МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Волне, конечно же, будут определенные перемены, рассказал нам Сергей Яскович. Коснутся они в том числе состава игроков. Его, новый главный тренер команды, намерен формировать, исходя из вполне объективного взгляда на нынешнюю ситуацию в стане белосиних. Возможно, добавятся игроки квалифицированные. На мой взгляд, на данный момент у нас проблема – это центральные защитники. Поэтому первым делом мы ищем кандидатов именно на эти позиции, для того, чтобы усилить именно центральную линию обороны. Ну и, конечно, нам нужен еще нападающий центральный, для того, чтобы составить конкуренцию Миши Губанов, который на данный момент выступает в этой позиции. Это приоритет на данный момент. Также в планах Сергея Ясковича – делать ставку на местных футболистов и пополнить ими клуб. Об этой задаче знают многие, кто следит за спортивной жизнью команды. Последние годы она постоянно ставилась перед тренерским штабом волны, но не всегда ее удавалось решать в полной мере. Доходило и до такого обстоятельства, что за пинскую команду выступали всего единицы местных спортсменов. Я слежу и буду следить за воспитанниками нашей школы. Почему? Потому что, насколько я знаю, очень мало участвует и в тренировочном процессе, и тем более в официальных играх. Я специально буду приходить на тренировки именно старших возрастных групп. Почему? Потому что это люди на выпуске, и их нужно подтягивать для того, чтобы хотя бы они адаптировались в первую очередь именно с нами в команде главной, чтобы они привыкли к требованиям, и по возможности, если человек тянет, почему нет. Понятное дело, что с приходом нового главного тренера поменяется и политика работы с командой на поле. Сохранит ли волна традицию играть в атакующий футбол, как это было ранее, пока говорить не приходится. Сейчас задача клуба – сформировать состав, видеть его силы и возможности, а уж потом определять стратегию и тактику игры. Какой она была до этого, Сергей Яскович знает не понаслышке. Возглавляемый им до недавнего времени Держинский Арсенал не раз встречался с волной. В прошлом сезоне с ней сыграли в ничью, еще в одном матче пинчане уступили. И вот чего, по его мнению, пинскому клубу не доставало для успеха. Не хватает, наверное, целей бороться за более высокие места. Я бы хотел, чтобы команда претендовала и ближе была к тройке лидирующей, именно верхней части турнирной таблицы. Почему? Потому что, когда ставятся высокие цели, идет прогресс, идет развитие, и воспитанники тоже самое смотрят на выступления главной команды и сами стараются в тренировочном процессе, участвуя именно в своих группах, тянуться именно главной команде. Поэтому это очень важно для нас. С первых тренировок в волне на просмотре присутствовало несколько спортсменов. Ждут в команде и других возможных новичков, с которыми мы позже обязательно познакомимся. В один день с волной готовиться к новому сезону стали и известные коллеги пинской команды. Это столичные Крумкачи. Тренироваться ее спортсмены предпочли на базе нашего города. Менчан, говорит главный тренер НФК Крумкачи Олег Дулуб, устроили условия, представленные в Пинске, которые, вдобавок, лично для него еще и памятное место. Я в свое время тут играл, в 88-й год, когда это был профессиональный клуб, футбольный клуб «Припять», по-моему. Хорошие отношения у меня всегда остались. Ну, здесь, я надеюсь, остались с ребятами, с которыми еще играл. И о Пинске только могу сказать добрые слова. На просмотре в команде была большая группа спортсменов-претендентов на ее пополнение. В Крумкачах, к слову, есть и аналогичные с волной перемены. В этом сезоне Олег Дулуб стал главным тренером Менчан. Уже второй раз он возглавил команду, которую готовил с 2015 по 2016 год и сумел вывести ее в высшую лигу. Прошлогодний сезон НФК, что может расшифровываться оригинально, как незвычайно фантастичная команда или народный футбольный клуб, играл в первой лиге и занял там третье место. Было бы неплохо гостям Пинска провести спарринг с волной, что обычно практикуется перед началом сезона. Но встреча пока не состоялась по вполне объективным причинам. В том числе потому, что пинчане только приступили к тренировкам. «Мы участвуем в турнире в Жодино. У нас задача стоит подготовка именно к сезону. Учитывая, что мы сыграли уже спарринг с Рухом в субботу играли, потом оттуда переехали в Пинск. Поэтому спаррингов у нас пока достаточно». В прошлом сезоне, если вспомнить, в восьмом туре волна обыграла Менчанца счетом 2-3, а в двадцать первом туре была ничья 2-2. Несмотря на это, разница в рейтинге этих команд вышла большой. От большого к мини-футболу. В минувшее воскресенье в нашем городе состоялся первый тур чемпионата Брестской области. Мяч разыграли команды по РСГУ и Пинский район. Спортсмены Пинского района, они играли в бело-зеленой форме. Из схватки вышли победителями, чему не могло не поспособствовать. Наличие более опытных футболистов. Уже на старте игры команда, пусть и реже владея мячом, повела в счете и завершила первую часть встречи со счетом 1-3. Во втором тайме студенты сумели наверстать, забили еще пару мячей. Но и их соперники не остались в долгу. Тоже организовали два гола. Итоговый счет 3-5 в пользу команды Пинского района. Авторами мячей в ней становились Сергей Ливуцкий, Вячеслав Зырко, Евгений Михайлов и Михаил Колесник. В поле СГУ отличилась пара футболистов. Два мяча забивает Евгений Коляда, и один оформил его брат Николай. Перспектива обеих команд – это дальнейшие игры с другими участниками чемпионата Брестской области, которые намечены на воскресенье в Столине. Всего за пальму первенства в данных состязаниях сражается более десятка коллективов. 1 февраля в Пинске начался еще один мини-футбольный турнир. Это местный традиционный чемпионат города среди любительских команд. Помириться силами собралось 16 спортивных коллективов. Среди них достаточно известны в пинском футболе постоянные участники городских состязаний. Торнадо, нефтебаза, пинскдрев, которым добавились молотковичи и сразу две команды по ЛСГУ. Заявились в чемпионате и новички – это Лунинецкий базар, а с ними команда из Пинского района – Парахонск. Все участники изначально разделены на две подгруппы. Первый день мяч разыграла четверка команд. Пал ЛСГУ-1 встретился с Комбари и наголову разгромил своих оппонентов. Первый тайм Комбари проиграл в сухую 0-7, а во втором все же смог ответить парой мячей более сильному и тактичному сопернику. После них сразилась вторая команда по ЛСГУ, которой выпал тоже серьезный противник – пинскдрев. В этом случае студенты проиграли 4-2. Победа и два поражения – такой результат недавних игр пинских ястребов. 27 января на своей арене они встретились с авиатором. Через два дня на выезде с Брестом и 1 февраля состоялся матч с Витебском. С летчиками сыграли очень даже успешно. К немалой радости болельщиков пинских ястребов их команда четырежды поражает ворота гостей. По одной шайбе на свой счет записывают Андрей Клепче, Глеб Былина, Арсений Штермер и Артем Лагунов. Авиатору повезло забить всего единственный раз. Проигранный летчиками матч стал для них более чем трагичным. Это был девятый подряд поединок не в их пользу. Во встрече с Брестом фортуна от ястребов отвернулась. Они ни разу не забивают, но и не позволяют это сделать хозяевам площадки в первом периоде. Позже Зубры все же находят брешь в обороне Пинчан и отличаются трижды. Впоследствии Владимир Магдеев, исполняющий обязанности главного тренера пинских ястребов, скажет об этом матче, что у команды было желание, страсть, самоотдача. Имелись голевые моменты, но хромала их реализация. И забить не доставало мастерства. Практически то же он скажет и после неудачного боя с Витебском. Можно было его свести в ничью, но в последний момент пинчане пропускают шайбу, к слову, в достаточно спорной ситуации, и завершают игру со счетом 3-2. Пока пинские ястребы, проведя 37 игр, остаются на пятой строке рейтинговой таблицы. Как раз Витебск опережает их на 4 балла. С хорошей новостью вернулись из Бреста наши волейболистки, воспитанницы с дюшор номер 2. Они стали серебряными призерами Олимпийских дней молодежи среди команд девушек 2004-2005 годов рождения. В своей подгруппе пинчанки были первыми и в стыковой игре уступили хозяйкам турнира Брещанкам. Тем не менее, завоевать второе место на данном турнире – это тоже почетно. Поздравляем с победой наших спортсменок и их тренеров Леонида Вершиловича и Александру Масиянчик. Расскажем о спортивных новостях Пинска ровно через неделю. Увидимся в спортэфире. Редактор субтитров А.Семкин